МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телераду компании Гомелю, студии Маргариты Шубуковой, добрые ранницы. Как шикается, сегодня отбудется деловый визит у Гомельскую область керавника процтауниства Нижегородской области России в Беларуси Сергея Пятрова. Почасу встречи с керавнистом в области будут обмеркованы пытания поширения межрегионального супрациониста. Сгодно с дадзинами Комитета экономики, все лето товарооборот по межгомельской и Нижегородской областями снизился омально 17%. При этом скорошение экспорту выкликано снижением поставок молочной продукции, пластмасс и кондитерских выработок. Сегодня в Гомеле пройдутся урочистость и промеркованы до 50-ти годового юбилею химичного завода. Зараз это предприемство не только полностью забеспечивает потребы от шинных сельскохоспадарших предприемств в фосфорных удобрениях, алей поставляет до 60% выработанного на экспорт. С достигнениями и планами завода ознайомился Олег Сентюроу. Свою историю Гомельский химичный завод отличивает со Снежной 65-го года. За минулый час его территория, а это примерно 180 гектаров, никакой не изменилась, а вот творчество стало совсем меньше. Сегодня Гомельский химичный завод – сучасное предприемство, которое поспяково гандует у Тымляку и на внешних рынках. Зараз Гомельский химичный завод – одно из ведущих предприемств нафтохимичной глины Беларуси и буйнейшая в Украине, где вырабляют минеральные удобрения с утромальным фосфором. Большим продукциям хопая, как не только задоволись потребы у внутреннего рынка, а и поставлять ею на экспорт. Сегодня, например, это принесло предприемству больше 160 миллионов долларов. Таких валютных поступлений ранее у истории завода не было. В этом году мы поставили порядка 450 тысяч тонн фосфорных удобрений на экспорт. Основные традиционные рынки сбыта для нас являются страны Балтии, Польша, Украина. К примеру, в Украину мы в этом году поставили более 150 тысяч тонн. Для нас он самый премиальный рынок. Доля рынка составляет 38% на сегодняшний день. Сегодня доля Гомельского химичного завода на сусветном рынке фосфорных удобрений, складая около 10%, при этом на предприемстве подкресливают, утромать этот рынок во умовах жорсткой конкуренции совсем не просто. А тому модернизация, якая проводится не сама мета, а житевая необходность, инвестпроект по реконструкции цеха фосфорной кислоты, який открыли селита, реализовывался на протягу трех годов. У основу поклали передовые распроцовки ведущего российского института о углене вытворчасти фосфорной кислоты, а так само вынеки шмат годовых доследований, проведенных на заводах Российской Федерации и Литвы. И это не одна вытворчасть, якая заявилась на заводе в прошлый час. Мы реконструировали основные цеха по производству минеральных удобрений. Общий объем инвестиций по данным проектам составил порядка 5 миллионов долларов. Была проведена реконструкция серно-кислотного производства с объемом инвестиций около 3 миллионов долларов. Все проекты направлены на повышение производительности существующего оборудования и снижение энергозависимости предприятия от внешних источников. Высокий технологичный уровень нового обсталивания позволяя не только поведеть эти объемы вытворчасти фосфорных удобрений практически удвоя, але и повышая экологичную безпеку. Модернизация вытворчасти на Гомельском химзаводе в уголе ведется одночасово с повышением безпеки техпроцессов. Калею в прошлый раз на протеянстве регистровались серьезные аварии, тут уже и не памятаюсь, а для готовности до ликвидации надзвучайных ситуаций постоянная. И это так само одна из головных задач для кировничества завода. Александр Ром, Евген Макеенко. Далее радует компания Гомель. Новую линию сельско-господаршей техники невеликой могутности пошли выпускать в завод Гомельмаш. По коль вопытные узоры продукции проходят лабораторные доследования. В новоково-техническом центре комбайна будования побывала наш корреспондент Марина Североянова. Термин службы сельско-господаршей техники прикладно 10 годов. И большая частка той, что эксплуатуется на полях Беларуси, свое уже отслужила. До того же, с повеличением количества фермерских господарок, возникает потреба не только у новых партиях комбайнов, а и у техницы, пристосованной для працы на невеликих площах. Новые самоходные кормооборочные комбайны могутностью до 250 конских сил будут зручными, энергоэффективными и, зрозумело, больше танными. Великим комбайном могутностью, например, у 600 конских сил на таких полях користаться экономично невыгодно. Частей за все они працуют только на 20-30% от своих махчимостей. В последнее время как бы больше внимания уделялось энергонасыщенным и высокопроизводительным машинам. В сельском хозяйстве сложилась ситуация, что небольшие по объему работ вынуждены наши сельхозтоваропроизводители выполнять именно этими машинами, которые ухудшают экономические показатели, увеличивать себестоимость производимой продукции. А зараз только в Беларуси наличивается свыше трех тысяч фермеров и селянских господарок. Новая техника станет экспорта ориентованной. Бо уже зараз можно сказать, что аналога у новым комбайном нема не только украинных близкого, а и далекого замежа. КВК-6025 – это новая разработка наша, которая будет востребована, я думаю, во многих странах. Мы являемся лидерами. Раньше, когда был Советский Союз, ГОМ «Сельмаш» был специально создан, построен для обеспечения всего Советского Союза кормоуборочной техникой. Поэтому мы имеем огромный опыт в разработке этих машин. И поэтому нам, конкурентам, на постсоветском пространстве нет. А кроме от агонии, обходность творения сельскохозподаршей техники и невеликой могутности подтверждают и выники перамоу сельга с вытворцами Пакистана, Таиланда и Индии. Там большинство вытворцев – миновито фермерские господарки с невеликими наделами земли. Когда появятся такие машины в Беларуси, в этих краинах можно будет створать суместные предприемства. Марина Северьянова, Игорь Маришченко, телерадио «Компания Гомель». У Гомеля на базе Палаца творчества детей и молодей открылся уникальный ресурсный центр. Тут детям допомогут вызнашиться с выбором профессии и накируются отповедные гуртки. Подробности в нашем наступном сюжете. Звернуться за профориентацией может каждый, жадающий во взрослении от 6 до 31 года. Тут не только проведут диагностику, но и подкажут отповедные гуртки, которые допомогут развивать свои здольности. Важно и то, что такую поддержку теперь окажут у каждом районе нашей области. 25 представников установки додатковой адукации Гомельщины обмерковали на керунке развития. Учреждения дополнительного образования – это центры, по сути, профориентации. Если ты хочешь быть художником, если ты хочешь быть архитектором или хочешь быть, допустим, дизайнером, то ты ходишь на кружок по визо-студию или декоративно-прикладного творчества. У планах ресурсного центра с встречи на местах и открытие сучасных гуртков. У развития будут притрымливаться инновационные накерованности. Все они отзнашают, не хапая занятков по фотографии, набирая популярность инженеры и робототехника. Такая задача должна решаться и в семье, и в системе образования, и в учреждении основного образования, и в учреждении дополнительного образования, потому что, в общем, это мы можем назвать социализацией подростка. Катерина Сапельникова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Батьковский сход в режиме онлайн. Дякуши такому формату, больше тысячи людей, які выховывают тяжких подлетков, похудрались со специалистами областного узроуни. Про то, як пройшла виртуальная сустреча, який у целым зараз узроуень молодзевой злашинности, ведая Ганна Ковалева. Коли двухтысяч юных жигаров в области сегодня стоять на улику у инспекции по справах неполнолетних, батьки этих подлетков отримали запрошение на незвучайный сход. Местом их управления стала литеральная вся в область, ведая совесть за обловоконкамом наладили усе районы Гомельщины. В таким формате и таким масштабе батьковский сход пройшел у першиню. Люди из разных худков Гомельщины отримали рекомендации от представников Гомельского обловоконкама, прокуратуры, управления внутренних справ и областного наркологичного диспансера. К сожалению, родители в школы на собрания приходят, как правило, это родители хороших детей. Родители проблемных детей особо не стремятся на такие мероприятия. Поэтому в такое мероприятие нам очень важно, чтобы такие родители проблемных детей, чтобы они немножко в своем сознании перевернули свое восприятие и повернулись лицом к своим детям. В этом году изровень злочинности сирот неполнолетних снизить не удалось. За минулые 11 месяцев назирался рост их колькости. И такая динамика по кулю пылнена, заховывая свои позиции. Особливое ожиуление у категории злочинству, связанных с незаконным оборотом наркотиков. У этом же списе хулиганства. Незменным же номером один у малолетних порушальников застаются крадежи. В этой связи хочется обратиться к родителям, чтобы они все-таки были более внимательны к времяпрепровождению своих детей. И если ребенок сидит за компьютером, то это вовсе не значит, что он может играться в какие-то компьютерные игры, либо переписываться со своими одноклассниками. К сожалению, именно с использованием интернет-ресурсов совершается большинство преступлений, связанных со сбытом наркотиков. Поэтому никто другой, как родитель, может первым заметить любые изменения в поведении ребенка и в круге его общения. С принятием декрета президента номер 6 пока ранний за сбыт наркотиков стало больше жерстким. Уже в этом году у отповедности изъим были осудженные подлетки до 8, 10 и 13 годов турмы. Сегодня супрацовники прокуратуры, социальные педагоги, психологи и иншие специалисты ведут велизарную працву с тяжкими подлетками. И список обовязков по линии профилактики злочинности сярод молоди покуль только расте. А лёсё ж вырошить проблемы, які обвостраиваются с кожным днём. Самостойно гэтые люди не у силах разгорнуть ситуацию хотя бы на 90 градусу. Без уделу батьков по сутности просто немогчима. Ганна Ковалёва, Игорь Марышенко, Телерадио, компания «Гомель». У недели у «Гомеля» отбудется у расиста открытие першого форума классичной музыки «Бетховен. Линии лёсу». И он будет проходить на протягу 4 днём наступного тыдня. На переды днём областным центра отбылся брифинг с уделом организаторов этой масштабной и знаковой культурной падеи. Почас пройдения першого форума классичной музыки жихары и гости города над Сожем змову цих глыбей познаёмся с творчастью одного з наибольшь вядомых сусветных композиторов Людвига Вана Бетховена. У гомельским дзержанам коледжи мастацтва у мяса Каловска гадбудется шырых аддукацинных майстер-класса у цикавых творчих сустрэч с талиновитыми беларускими музыками, а так сама запланована серой яскравых и ведовичных концертных программ. Гэта вечары камерной музыки, фортепианных санат, духовых инструментов, вокальных музычных творов и навод хореографичные номары, поставленные на проникнённой композиции Бетховена. У расиста открыл первый форум классичной музыки концерт Гомельского симфоничного оркестра. И он отбудется у неделю 13-го снежня у стенах гомельского дзержанного коледжа мастацтва у мяса Каловска. Учитывая то, что в Гомеле никогда не было такого фестиваля, то мне пришла эта идея создать как раз выдвинуть классическую музыку на первый план, чтобы неделя была классической музыки и гомельчане могли в полной мере насладиться творениями великих композиторов. Перед стартом жанутшего баскетбольного чемпионата Беларуси перед командой Гомель-Сош ставили задачу занять четвёртое место. Споборничать народных с доброукомплектованными лидерами Гродзенской Олимпией, столичными смоками и горизонтом гомельские девчаты не могут. А вось остатние соперники по силам. У чемпионате Сош потерпел пять поражений. И все от грандов. С соперницами своего утроню гомельчанки по куль справляются. На переддне яны прымали «Горизонт-2». Гомельчанки со стартового свистка захопили инициативу и першую полову гульни вершили на свою корысть 32-22. Третья шверция трымалася больше напруженной и результативной. Мельчанки добавили, однако у госпадыню все же трымалася захавать перевагу 10 ашков 52-42. Першую полову четвертой шверти гомельчанки провалили. Удалая гульня гостей дозволила им подобраться на одлеглость двух очков. Концовка обязала быть напруженной. За хвилину до финальной сирены ликбук 59-57 на корысть сожа. Некольки взаимных помылок только повысили градус. Рашающей стала гульня лидера гомельчана Катярыны Чарыковой. Реализовавши два штрафные китки, она забеспешила перемогу своей команды 61-57. Сыграли как-то откровенно говоря слабо. Ожидал, что сыграем лучше. Защите немножко не получилось, но нападение немножко провалили. Но слава богу, что забрали свои очки. Это радует. И на этом поколе сёза разведём поддель сошите по наших выпусках. А я с вами развитываюся. До повышения. Редактор субтитров А.Семкин